Здравствуйте! Меня зовут Марина Викторовна и мы решаем с вами задание номер 21 из ОГЭ по математике. Перед нами уравнение третьей степени и справа стоит 0. Разложим левую часть на множители, используя метод группировки. Суть метода группировки заключается в том, чтобы сгруппировать слагаемые так, чтобы у них был общий множитель. Если мы посмотрим с вами на первое и второе слагаемое, то у них общим множителем будет выступать х квадрат. Итак, вынесем за скобку х квадрат. Тогда в скобках останется от х в кубе х минус и здесь останется троечка. Теперь посмотрим на третье и четвертое слагаемое и у них общий множитель будет минус 8. Вынесем за скобку. Тогда в скобках будет х минус 3. И что мы делаем сейчас? То есть перед нами опять есть произведение х квадрате на х минус 3. И второе произведение это 8 умножить на х минус 3. Вынесем за скобку общий множитель. Сейчас у нас общий множитель будет выступать скобочкой х минус 3. Тогда от первого произведения остается х квадрат, а от второго произведения остается 8. Произведение равно 0 тогда и только тогда, когда хотя бы один из множителей равен 0, ну а другой при этом не теряет смысла. Получаем х минус 3 равно 0 или х в квадрате минус 8 равно 0. Решаем первое уравнение х равен 3. Решаем второе уравнение х в квадрате равно 8. Отсюда х равен плюс минус корень из 8. Вынесем из-под знака корня. 8 можно разложить как 4 и 2. И извлечь квадратный корень из 4. Тогда получим плюс минус 2 и под корнем 2. Получаем ответ. Х равен 3. Х равен 2 корень из 2. И х равен минус 2 корень из 2. Задача решена. Если решение вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я благодарю вас за просмотр и желаю вам успехов в учебе.